Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Ну что, Шиндер Мендер и Любовь Ким Кулинария начали обкакиваться планомерно и ежедневно. Наверное, всё-таки мой канал не даёт им покоя. А главное, что их подписчики так и ходят ко мне на канал, так и смотрят мои видео. Видимо, им хочется написать мне гадость в комментариях. То есть, мне дописать можно, а Любашке таким писать нельзя. Она же у нас святая, святая простота. Ей нельзя писать критику. Всех в блок. Всех удаляют, всех блокируют. А главное, сегодня вышел на арену цирка-защитник по имени Саня. После того, как вышло видео Сани в защиту Любы и то, что они будут удалять неугодные им комментарии и блокировать людей, после этого у меня резко возросли просмотры на видео «Волк в овечьей шкуре. Истинное лицо. Любовь Ким». Посмотрите, было всё спокойно и за 4 часа взрыв просмотров. Тысячу просмотров. Представляете, мои дорогие? То есть, моё видео всё-таки интересует людей и люди хотят знать правду. А правда она в том, что Люба может писать гадочные комментарии и её поклонники в адрес людей, которые критикуют. Вы, милочки, находитесь на YouTube. И разные мнения имеют право быть. И они есть. И люди все разные. Но вам хочется, чтобы вам лизали задницу, чтобы вам лизали доглант. Сколько там у вас различных хвалебных комментариев. Но не все так считают. Не все. Люди видят истинное лицо, любовь Ким. Люди видят её неправду. Люди видят её ложь. Вы посмотрите, сколько много видео. И эти видео ни о чём. Особенно мукбанги. Особенно прямые эфиры. Спасибо, 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 спасибо. Как это нам поставить ёлочку? Нас Арчи будет на ёлочку прыгать. Вы идиоты. Вы на полном серьёзе два часа обсуждаете какую-то фигню. Арчи, какой заборчик? Какой заборчик? Передать привет? Передаю привет. Шиндер-миндер. Ёшкин кот. Нет, другие слова. Ёшкин кот не было. Ну, по-моему, было, но в другом месте. Господи, как там ещё? Пердык-кирдык. Ещё там парочку слов, которые я не использую в своём репертуаре. И не могу запомнить никак. Хоть 10 раз пересматривала её видео. Я так пыталась найти рациональное зерно. Нету. Зерна рационального нет. Нет, просто так болтовня, лишь бы собрать просмотры. Самое интересное то, что Люба получила эту кнопку год назад. Она её получила, она просто её не держала ещё в руках. И этот спектакль и концерт, который она устроила для вас, подписота, потому что подписчиков, которыми руководят, вот так вот, как овечек, ведут туда-сюда блогеры, называют подписота. Вы снимите розовые очки. Этот концерт был для вас. Что она такая счастливая, такая радостная, что не может сдержать эмоции. Не надо о сказке рассказывать. Не надо, Люба. Ты давно уже получила эту кнопку. А то, что ты её ещё не держала в руках, это таких эмоций не вызывает. Тем более у тебя две серебряных кнопки. Что там такого-то? Ну что там такого? Ты целый год её ждала. Ты знала, что она у тебя есть. Она лежит там где-то на таможне или где-то в Америке. Ты просто не нашла время, чтобы её оформить как следует, и чтобы тебе её привезли. Тебе это было не нужно. И ты решила вот так вот замазать глаза своей подписоте, что ты такая счастливая. И у тебя были объективные причины, чтобы её не получить раньше. Ах, какая ты, Акториса! Господи, народ, очнитесь. Вы посмотрите, этот человек, когда с вами разговаривает, он постоянно квасит морду. Он делает такую жалкую, такую жалостливую морду. Ах, я такая, я такая настоящая. Я такая умная. Ах, я такая наивная. Я такая простая. Фу! Просто фу! А этот несчастный телок, которому дали бразды правления во вчерашнем Мугбанг, это был просто концерт. Но действительно, этот телок называется Альфонс. Этот Альфонс сидит за плечами этой бабы, бабы, гром бабы, которая действительно и говорить-то не умеет. Как бы меня мордой об стол не тыкали её подписчики, не проклинали под фамилиями Пак, Лицой, Мой, Дой, Дун, Рын, Бын, ну и так далее. И я хочу вам сказать, что моя-то речь в тысячу раз лучше и грамотнее, чем у этой Любы, которая говорит вам Ну и там ещё какие-то коверкающие слова из какого-то тюремного сленга. Больше я никак не могу это назвать. А этот Альфонс, у которого руки из зада растут, который ничего не умеет, я подразумеваю, что он и с клубникой так все обращался, да и не он, и не она, она нам сама на недавнем стриме сказала, что они нанимали людей, и ей не нравилось, когда приходили кривые, косые, горбатые, пьяные и такие вот плохие. Но раз она их нанимала, значит, они у неё работали. Так что, мои дорогие друзья, ваши труженики, бари, бояре, и не надо нам петь в уши, что люди, занимающиеся клубникой, были бедными, несчастными. Все, кто занимается клубникой, живут хорошо и строят на эти денежки и дома и так далее. А то, что они ввалили в свою землю 10 камазов навозов, так дураки, у вас уже ютуб был, а вы решили денежки ютуб первые ввалить в свою клубнику, а не вышла, кишка тонка. Да не, не, кишка-то не тонка, просто вы поняли, что бабло-то можно легко зарабатывать. А нахрена вам эта трудная работа? Да ещё тем более, Люба, от того, что жрёт бесконечно грязную зелень, заразилась глистами и теперь от них лечится. Ну, если не врёт, конечно, она же врёт бесконечно, всегда не останавливаясь, даже на переходах. Лжёт, лжёт и лжёт. И её, видать, колбасит, что люди-то открыли глаза. Сколько можно блокировать? Мне кажется, у них около 20 тысяч заблокированных людей. Ну, а как слушать эту бредятину, которую несёт эта необразованная женщина? И что я ещё слышу? Какой ужас! Они маленького мальчика, я даже не знаю, сколько ему лет, 12, что ли, уже собираются отправить учиться на стоматолога, ортопеда. Девочки, мальчики, они в своём уме? Мы просто рассказали, какие есть профессии, мы просто направили. Вы два извращенца, вы сами не имеете никакой профессии нормальной. Если бы вы её имели, вы бы работали по профессии, а не сидели бы и не возились в дерьме, во всяком случае, в начале. Вы сами сказали, что вы 8 лет занимались клубникой или 13. Ну, короче, для меня это не важно. Плюс-минус год-два – это одно и то же. Просто вы наглые-наглые лжецы. А Сашенька молчит, да потому что он боится что-нибудь сказать лишнее, проговориться, потому что Люба лжёт и сама забывает, что лгала. А тут ещё Саша со своим тюте-матюте-темпераментом я защищать буду. Вчера, блин, обосрался в очередной раз, не смог связать пару слов. А Люба-то вчера себя вела, как муха на стекле. Она просто умилялась, она просто упивалась тем, что Саня наступил в дерьмо и размазал это дерьмо по всей роже своей и полюбиной. Фу, как это было мерзко. Но сегодня она хотела его реабилитировать, но на самом деле она втоптала его ещё в более глубокое дерьмо, потому что Саша – это Альфонс, который не может связать двух слов. Надо же, он Любочку свою защищает от хейтеров и плохих комментариев. Вы охренели, что ли? Вы охренели, что ли? Вы вообще-то на Ютуб, на общественном пространстве. Вы сами подписались под эту деятельность. Терпите то, что мне пишут ваши комментаторы, которые ходят и проклинают меня и мою семью и всех вокруг, чтобы я сдохла от онкологии. Так это вам на плечи худые речи. Это же ваши поклонники вам это пишут. Мне это пишут, а вам это полетит. Уже, наверное, прилетело. И я хочу сказать, что мнение человека – это личное моё дело, это личное моё мнение. И так как Ютуб – это открытая площадка, и это мой канал, я имею право здесь выражать своё мнение. А то, что вы приходите в ваши комментарии и вы под другими именами и проклинаете меня – вот это грех. Потому что я вас не проклинаю. Живите, радуйтесь. У вас есть для этого всё. Радуйтесь. Будьте людьми. Не лгите. Не обижайте. Не делайте людей буваками. Не делайте людей идиотами. Живите, радуйтесь. И будет вам счастье. Я вас не проклинаю ни одним словом, ни одной мыслью. Вы такие, какие есть. И вы мне не нравитесь. И я только констатирую факт о том, что вы мне не нравитесь. Потому что вы лжецы, а ваши подписчики – подписоты, глупые люди, дураки, возможно, ограниченные, невоспитанные, не имеющие образования или ещё с какими-то недостатками. Одинокие, может быть, брошенные бабки, детки, а может быть, молодые люди, глупые, которые не видели никогда, как живут нормальные, образованные люди в городах, а не в какой-то дыре, а не в какой-то дыре Адыгеи, где вас, дорогие мои, даже просто не любят по внешним качествам. Но это ещё не всё. Недавно Любочка очень просила совет, как же нам переезжать в квартиры и бросать дом. Как же мы его бросим? Тут же через день всё разворуют. Но до этого она нам рассказывала, здесь так прекрасно, здесь все друг друга знают. Если что, все сразу смотрят, кто приехал. Кто же вас обворует, Любочка? Ваши соседи прекрасные? Или, Любочка, ты врёшь в очередной раз? Где правда, где хорошие соседи, все друг друга знают, и все всё контролируют, все всё видят, и все такие дружные, хорошие и отличные? Или то, что вокруг вас все воры? Что вас, что вам нельзя оставить дома на пять минут? Что вас всё тут украдут? Любочка, ты ври, да не завирайся. Ты, наверное, оскорбляешь и обижаешь своих соседей, на которых ты уже возложила воровство из твоего дома. Люба, ты уж определись, хорошие у тебя соседи или плохие. Ты, Любочка, уж определись, когда ты врёшь, а когда ты говоришь правду. Видите, какие большие просмотры, мои дорогие друзья? И всем интересно, почему же это, Люба, волк в овечьей шкуре? Да потому что, Люба, ты лгунья, и твои рецепты настоящие помои. Мои дорогие, второе видео про то, что Шиндер Миндер и Люба Ким – самые богатые блогеры на YouTube, также резко возросли просмотры сегодня после видео с Аней. Видимо, все, кто заблокированный, решили по второму кругу, а может быть новые зрители, пришли посмотреть моё видео. Так вот, я хочу ещё отметить то, что на стриме про золотую кнопку было сказано, что к Любе обратилась женщина, её подписчица, которая работает в комиссии МСЭ, где устанавливают инвалидность. То есть, Любе отказали, по закону они не имеют права. И Люба согласилась общаться с этой женщиной, и уже у них будут результаты скоро, и она обязательно вам подписота об этом расскажет. То есть, Люба опять хочет обмануть государство, воспользоваться льготами, которые им не положены. То есть, женщина, видимо, решила им подсобить каким-то левым способом. А как это по-другому назвать? Если им отказали, они не нуждаются в инвалидности, не по состоянию здоровья Саши, не по бедности. То есть, они, как мы знаем, самые богатые блогеры, но при этом они не отказываются, а форсируют события, чтобы Саше дали инвалидность. И ещё, Саня сегодня сказал, что Люба оформила на него канал, и ИП, и вот какая она хорошая, и он ей так благодарен. То есть, Саша не имеет никакого своего... Я, он себя не уважает, он не имеет никакого достоинства. О чём он говорит? Он опять лжёт, понимаете? Потому что они создали два канала на два разных аккаунта Google, а это значит на два разных Ассенса. А это значит, чтобы эти каналы никак не соприкасались. И если вдруг один канал заблокируют, второй канал мог работать и получать дальше деньги. То есть, Люба, продуманная баба, она, ну как в общем-то и все, свои каналы разделила, чтобы они были независимыми. А у неё больше нет никого, на кого бы она могла оформить канал. Вы что думаете? Она откроет свою тайну своей сестре или своему брату, а дети ещё несовершеннолетние. Просто по-другому было нельзя. И Саше крупно повезло, что Люба на него оформила второй канал. Но Саша или прикидывается дураком, или они с Любой решили озвучить эту ситуацию именно так, что какая Люба шикарная, добрая, любящая жена, что решила вот так Санечку любить и вот так Санечке подарить канал. Но на самом-то деле она же всё делает, она же снимает канал, она же работает на канале, но при этом всё оформила на Саню. Сань, открой глаз за сам, а? Если ты действительно в это веришь. Ну или хватит врать. Пожалуйста, ну хватит уже врать. Так что, мои дорогие друзья, и подписота, любые Саши, слушайте в оба уха и мотайте на ус. Ваши лгуны опять обосрались по полной программе. А сейчас, мои дорогие друзья, я вам объясню, почему тут у меня собачки лают и шумят. Потому что я занимаюсь собаками, и собаки у меня живут со мной. Вот там под ногами бегают, играются щенки. А так как мне нужно снять это видео, я решила снять его, не обращая внимания на собачек. То есть у меня на канале правда и только правда. И ничего, кроме правды. Вот живу я с собаками, вы их слышите и видите в некоторых моих видео. Беспрекрас. Потому что люди, когда приукрашают свою жизнь, потом начинают сходить с ума. Как же им показать правду? Потому что люди, которые приукрашают свою жизнь, начинают быть актерами. Актерами по жизни. И потом начинают спотыкаться. И вот так, когда вылазит правда наружу, им становится плохо. Они начинают обзывать, обижать критиков. Вот так, мои дорогие. Так вот, мои дорогие, так как на моем канале правда и ничего, кроме правды, поэтому вы и слышите на фоне моих собачек, которых я показываю в своих видео. Ну вот, мои дорогие, пар я выпустила, рассказала свое мнение по поводу нескольких дней. Все эти дни под моими видео постоянно появляются гадостные комментарии, которые я теперь просто удаляю и блокирую комментаторов. Мне тоже это надоело. Вы сами можете посмотреть, сколько там у меня комментариев уже. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока. Я не жду комментариев от поклонников Любовь Ким. Идите к своей любимице и там лежите ей задницу. Пока-пока. Пока-пока.